Что сказать? Говорите, что хотели спросить? С миром, Игнатьев. С миром, Николай. Поряд вас видеть очень. Ну, слава Христу. Дело в том, что я вот сейчас составляю фотографии для нового издания, вот этой проповеди во свете Святой Библии. И мне попалась такая фотография, где в Потеряевке у вас висит такой колокол. Да. И вот интересно, откуда он у вас взялся и какого он года, может быть, или когда это вообще случилось? Ну, случилось так, что я жил на улице, рядом с железной дорогой. Ну, а там несколько полотен, и который к нам ближе, этот был грузовой. А дальше там пассажирские, и сюда только грузовые. Но они там красный свет, и здесь. Они останавливались, почему-то ждали, когда дорога освободится. Дорога дальше-то одна. Раз они остановились, значит, можно их грабить. И там что делать? Арбузы вытаскивали. Я как-то иду, у меня две собаки, я тренировал собаки, у меня собака была, в уголовном розыске занимался. Я любитель, настоящие собаки, там мощные такие. Ну и собаки, я подхожу, они там холодильники, ковры уже вытащили, там масло. Они меня знают, и я их знаю. Поезд стоит. Я говорю, вы что делаете? С собакам сидеть? Стал к ним подходить. Они шевелятся, не дают никому. Так, немедленно все обратно загрузите. Завтра будут искать, и я обязан буду вас сказать, что это именно вы сделали. Если не сделаете, что я скажу? Занесите, и дайте слово, что вас больше здесь не будет. И они пообещали. Все занесли. Ну, конечно, где пломбы сорвали, там. А у них ножницы такие, там. Грузовые вагоны-то. Вагоны грузовые. Ну, я наутро уже линейный отдел города Барнаула. Уже узнали. Видимо, в окна видели, и сразу ко мне. Вы видели, как грабили? Видел. А кто? Я говорю, а зачем вам? Вы потеряли что-то? Все вернули. И я ничего не могу больше сказать. Ну, как же так? Да вы же такой патриот вроде. Ну, переломить надо их, и все. Нет, это ваша обязанность. Моя обязанность была предохранить. И вот дальше отсюда развивается. Один раз где-то там получилась такая еще драка. Я ввязался в нее, они с ножами-то. И меня не зарезали. Я их развел. Да там женщины, сколько благодарности было. А другие ребятишки воруют. И я их зацепил. Виноград. Приказал зацепить обратно. И привел к себе. И стал им боги говорить. А они наутром еще награбили. Все они затащили. Ящики стоят. Выше меня, наверное. Виноград. Это мы вам, что вы вчера нам сказали, так еще раз расскажите. Я говорю, сначала унесите на место. И поэтому знали они и были благодарны. И вот когда-то везли машину. С их слов уже я говорю. И она где-то опрокинулась. Опрокинулась. Там грязь была. Машина. Я не знаю про шофера. Но там были большие круги воска. И, ну, из пасеки. Мед там был. И колокол там был. Или церковник это закупили. А на нем, прямо как вот ножом вырезано. 1774 год. Ну, он такой певучий. И видно, что времена-то какие были. 200 лет назад. И вот они принесли мне воску. Эти разбойники-то. И колокол. Отблагодарить меня. За доброту к ним. Вот происхождение довольно очень необычное. Вот, может быть, один колокол за все время такой, чтобы воры, разбойники и принесли верующему. А они знают, что я о Боге говорил им. Ну, вот происхождение я кратко говорю, чтобы понятно все было. И теперь там за язык привязаны у меня как очки такие длинные верешки. И каждый подходит, может дернуть. А вокруг крылья разных птиц. Орнитология занимался. Там от разных-разных. От коршуна, от сороки, от вороны, от утки. Ну, крылья везде. И тут же колокол висит. Вот маленький музей. Гнездо, там и ластащины, другие. Другие даже от ремеза есть, как башмак такая. Сотканая вся. Вот. У кого что? Я когда учился считать, это в пять лет, наверное. Первый журнал у меня был. Вот. Это лесная газета. Виталий Бианки. Виталий? Да Бианки. А какой-то... Все это относится к итальянцам. Меня это сильно интересовало. Я знал птиц. Знал. Вот, когда уже после я приехал, ну, уже по теряпку начали строить-то. Я вышел на улицу. Гу-гу. Ночью. Гу-гу. Я с другой стороны зашел. Дерево-то около меня стоит. А он на фоне оказался. Там, где луна освещает. Я понял, это воробьинный сыщик. Сова. Маленькая. Как воробьинный сыщик. Она залазит. Он же в когти. Вскоречник-то. И там растерзает скворца или воробья. Съез и все. Я к утру его поймал. Вот это дело же господнее. Поймал. Всем деревню показал. А кольцовал его по-своему там. Ну и... А его у нас-то нету. А я знаю, где живет. И вышли к поезду. И отдали, чтобы они там через 200 километров выпустили его в степь. Вот скажет, кто послушает, скажет, чем попало занимается. А мне это интересно. А как вы его поймали так? Ну, как его поймал? Руками. Я стал наблюдать за ним. И как только он в скворечник залез, у меня, кажется, жест был. И что-то я перекрыл его. Ну, залез и взял. Вот я начинаю рассказывать. Как говорят басни какие-то. У вас конца нет этим рассказом. А я не сидел. Я молился. И Господь мне всегда давал интересно жить. Ну и поэтому у меня и врагов много, и друзей хватает. Сейчас вот помогают почти 63 человека. Вот это, что я говорю, проповедь. В видео. Ее надо перевести в Word. В буквенное. И вот уже 64 человека помогают. Большая неприятность была. Там кто-то выставил. Что вот говори, а там автоматически делает. И перепортили. Невозможно ничего. Она не знает машины это. Ей слова неизвестны. Она там такую билиберду носит несет. Ну и трудно выправлять. А так-то вот сейчас-то с одним разговаривали. Можете видели. Там Александр-то вызвал одного. Кто много помогает-то. Да, да. Да, видите как. Ему приятно, конечно. Ну вот и все. Коротко и ясно. А вот по поводу Колокова что? А они вам просто воск привезли. Они не знали, что там Колоков? Или они уже знали? Нет, они вытащили из грязи. Это круги воска. И Колокол его видать. Они его взяли. Ну и привезли. Конечно, грязный. Я поблагодарил и все. А еще такой вопрос, Игнат Тихонович. Вот лагерь Стан у вас там. Мы были там как в музее, да? Да, теперь как в музее. И написано точные слова. Вот я не помню, как написано. Может, вы подскажете? Лагерь Стан для бедных лагерей. А, музей. 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 Для бедных лагерей. Когда уже лагерь закрыли, ну и все. Я его переделал в музей. Показать, как можно без помощи государства. Я же 45 лет директор его был. Без помощи государства тысячи детей подняли. Дети другими делаются. Это работа, обслуга. Все мы ни рубля не получали нигде. Своё вкладывали. Некоторые богатые, которые были, таких мало было. То они платили у меня. Самая большая стоимость была в три раза ниже самой низкой государственной. Чтобы только прокормить. Ну и сами все готовили. И хлеб пекли. И Володя там. У меня там две русские печи. Я печник. Мне не давали работать прорабом-то. Я 40 лет печи клал по стране. Мне так интересно. Их платят хорошо и накормят. И всегда ты друг им. Так что помолитесь. Завтра мы будем звонить в митрополию. И во время крестного хода я вплотную подошёл к митрополиту и сказал о книгах. Так что книги понесу. Это первый трёхтомник Нового Завета. Четырёхтомник проповеди в стихах. И Крестово-Православие. Третье издание вот это. Ну где там были. Да. В Москве были. Тоже митрополиту подарили. Всё это за... Теперь знаем как. Да. Вот так. Я фотографии буду делать. И там про лагерь напишу. Про колокол. Вот этот. Подписи такие сделают. Ну сделай. Вот я рассказываю как. Это действительность такая. Колокол. Он очень певущий. Его ударишь. Оно где-то идёт. 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 Фотографию Георгия. То, что скинул в стихаре. Я её тоже поместил куда. Какой Георгий? Ну Георгий Кадушкин. Который скинул в стихаре. Где он стоит. Как и алтарник. А, а я не видел ещё эту фотографию. В общем чате он скинул сегодня. Ну мы сегодня-то рассуждали. Я ему говорил как себя вести. Вы слышали? Да, слышал конечно. Ну вот так вот. Я так веду себя. Что надо молчать. И делать своё дело отлично. Ты делаешь не человеку, а Богу. Богу. А для него это значит я должен делать страхи и трепети. Ну вот раз зашли я скажу, что на меня сейчас покушение идёт. На дом, где отдыхали люди. Там меня нету. Он куплен у нас дом. Они там всякую бяку делают. И уже оформили на другого человека. А наши чтоб всё выбросить. О, ничего себе. Да. Ну пока весна будет. И дальше там у нас документы на руках оказались все. И что, сколько продали. И главное продали на Никиту Колесникова. Он хозяин-то. Но тут с Украиной. Это надо его найти где-то. Чтобы он доверенность выписал. На меня вышел. Я ему скажу, как сделать. Доверенность, что дом он там доверяет, допустим, Володе. В случае чего и как. Нам он очень дорог. У нас же это как гостиница для братьев. Вы видели, знаете. Да, помочь хорошо. Да, где мы обедаем. Это для женщин, для сестёр. Так что такое дело. Я сейчас ещё говорю, которые помогают из видео превращать в ворд. И чтобы прислали фотографии. Там с книгами, где-то хорошее. И с каждого. Там 64 человека. Я буду выбирать. И вам на рассмотрение. Допустим, пришлют они пять. Я один выберу всё равно. А то людям интересно будет. Илья Тихонович, а вот так получилось, что примерно много таких фотографий, где с книгами люди присылали. Это библиотеки. По всей стране мы ехали. По странам. Нет, нет. Другие, которые люди получают книги и делают фотографии. А, ну-ну, да-да. А теперь все в один дом помещаются. Нормально будет? Мне кажется, хорошо. Да нет, не ещё. Ну, по-моему, надо разнообразить. Неплохо было бы, чтобы другие были снимки. Да? Ну, да, красиво. Оно лучше, как бы так. Другой человек взят один дом. И он считает то-то встретит то-то. Так что гамма, гамма. Как играет на разных клавишах, так и для зрения надо. Вот они как пришлют там, то с книгами, я сказал, то ещё что-то есть. У нас фотографии-то интересные. Я говорю, обязательно, чтобы были с бородами мужчины небритые и женщины были в платках и длинное платье. А если там сбритые, мне не надо фотографии-то, зачем они нужны? А вот если, например, у нас же там в клейке по 16 страниц. Да. Все вот эти 16 в одной тематике, например? В следующие 16 в год? Это, да, да, да. Да, так можно. Только вот я говорил, 7. 7 вклеек на это, если больше 1000 у нас будет. Ну, оно как раз и будет такое. Не знаю, это огромная сумма такая, она выращивается. Сумеем ли мы провернуть её? В долги не лезем, никогда я в долги не беру. Да у меня рассчитываться нечем. Иначе из квартиры вытряхнут. Ну, пусть заботятся теперь есть кто. Как-то. Мы никого не забывали. Всем помогал Господь через нас. Мы бы свободно могли выбрать. Но у меня ничего нету. А я этого даже не чувствую. Картошка своя, морковка есть, рыбу наловили. У меня прекрасный обед. Вот у нас газ проводили здесь, везде газ. Бесплатно проводили. Я отказался. Почему? Сколько взрывов было. А если бы я один жил, тогда можно одному. А тут мы двое. И такая забота у них. Они всё забывают. Взрывы-то были какие? Пять этажей, все рухнули в этом подъезде. А мы на угле, на дровах. Я им написал, что где живут ни один человек, не надо это делать. Он взорвался. Почему я не взорвусь-то? Я уже сколько читал такого. И я поэтому на газ не смотрю даже. На плитку электрическую включил, согрел и всё. Так, я-то надписи, которые на корочке, на обратной стороне-то. Я вам кое-что ещё показал, что, может быть, надо будет взять вам оттуда конкретно с указанием на наши ресурсы. Ну, вот так вот. Выберите там. А которые здесь сделали метар-тарабич, где там митрополит Сергий Строгородский. Это очень хорошо получилось. Всё, то есть уже готово. Вы отдельно сейчас вот соберите там, последний какой, если шестой том, какой был Господь сидит. Это уже небо. А второй, который здесь внизу, земля, прощаюсь, и голубое небо на одном. Здесь всё символика большая. Это всё сохранилось у меня. Там надо где ещё первые три тома придумать. Да-ка, ну, первые-то три там на обратной стороне, которые есть, одну оставить. А остальное теперь материалы, которые я скидываю. И вы там найдёте, увидите, кое-где ссылки сделать. А ссылки-то сделать я скидывал вам или нет, сейчас ещё раз скину. И вы там выберите сами материалы. Какие у нас материалы? Сайт, всё, чтобы можно было заходить. Откорочку взял, и сразу человек заинтересовался. Вот так. Слава Богу. Слава Христу. У меня своих-то фотографий, вы знаете, где, в моём мире, там полно всяких. Смотрите. Там много магнитов, такие сжатые, очень неплохое качество. Сжатые. Чуть-чуть шире, можно ещё. Это я, я сохранял это дело. Это самое, посмотрите, можно или не можно. Там редкие такие фотографии. А я ещё несколько фотографий взял с форума. А-а-а. Ну хорошо. Пошёл там пару интересных фотографий. Ну потом вы увидите, посмотрите всё, как скажите. Ну ладно. Согласен. Вот так. Там есть, где я вот сейчас посылал, сколько раз. Почти тысячу послал вам фотографии. Он к вам перегнал их? Перегнал. Да, да, да. Там не ужатые. Там большинство не ужатые. Не ужатые. Поэтому выбери сам, посмотри, чтобы хватило одинаково. Везде было по 7 вклеек. А 7,5 будет 7,5. 37,6. 48. Вот. Это умерзная сразу на 16. И далёко пойдёт. Больше тысячи фотографий требуется. Кажется, кажется... По 112 получается. В одном томе 112 страниц. Да, да. Сколько? 114? 112. 112. Ну теперь умножь на 6. Ну вон куда ползёт. То есть за 700 идёт. Это только я сейчас скинул. А там уже что-то было. Смотрите сами. Да. Вот так. Я сказал Деворе. Она сильно хорошо помогает. Все, кто помогает сейчас. 64 человека. Их имена, фамилии. И если женщина-то девическая, всё это. И всё поместить в конце последней книги, которые помогали работать. Им будет интересно таким людям-то, видишь. А мы-то тут купаемся в этом. Каждая книга подписана моим именем. И вы там упоминаетесь. Да. Всё, больше ничего нету? Больше пока ничего. Вы ко мне смело заходите. Заранее предупреждайте, чтобы я успел приготовиться где-то. Я вас не спрашиваю, что у нас всё записывается и вставляется в интернет. Вы не против? Я не против. Ну всё, с Богом, дорогой брат. Храни Господь, отошёл.